Доброе утро, дорогие друзья! Несмотря на небольшую задержку, мы все же с вами и призваны сделать сегодняшнее утро ваше добрым, веселым и, главное, информативным. Ну а, конечно же, поднимать настроение и создавать бодрость этого дня будет Антонина Шитова и Александр Ткачев. Дорогие друзья, мы традиционно начинаем в черно-белом, но только пройдя эту рамку, мы сразу же преображаемся в яркие цвета, потому что известно, что этот год он особенный, знаменательный для нашего телевидения. 60 лет как-никак прошло. 61-й на носу. На протяжении такого времени мы трудимся, работаем, работаем большой командой. Ну и начнем мы, конечно же, с нашего анонса. Что подготовили для вас наши корреспонденты? Узнаем прямо сейчас. Что делать, если погода не балует снегом? О секретах веселого времяпровождения в теплой компании «Трузил». Приятные неожиданности, сюрпризы и сувенирии. Для того, чтобы создать праздник друзьям, повод не нужен. Игрушки, сделанные собственными руками, ценятся в сто раз выше. Незабытое прошлое. Новый год по старому стилю. Может быть не менее ярким, чем традиционный. Как встретили симферопольцы и гости столицы праздник. Прямые включения из Евпатории, Керчи и Симферопода. Яркие события и актуальные новости в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». Антонина, вот скажи, пожалуйста, как на духу, ничего не утае от меня. Антонина, скажи, ты вчера отмечала великий праздник? Я отмечала вчера и готова отмечать сегодня и в принципе каждый день. Несмотря на то, что вторник, вчера был понедельник, я отлично провела время. То есть понедельник для тебя не стал днем тяжелым? Нет, а ты думаешь, откуда у нас сегодня была небольшая задержка по эфиру? Ах, вот в чем проблема. А я-то думаю, традиционно, что самое главное для праздника? Вот как ты считаешь? Саша, ну вообще в принципе традиционно, я считаю, главное отмечать с семьей. Но есть небольшие традиции у этого праздника. И, кстати, хотелось бы отметить, вот, например, вычитала я очень интересную информацию, которую готова поделиться с нашими зрителями. Например, в варениках, которым было принято угощать гостей, скрывались некоторые таинственные вещи, которые сулили к Новому году. Деньги, любовь. То есть, грубо говоря, берешь... Сладкую жизнь. Берешь пельмень. Нет, пельменей не было, у нас были вареники. Заворачиваешь в него желание, потом перемешиваешь эти вареники. Конечно. Саша, на самом деле, вареники, если с капустой, то, конечно же, будет очень прибыльный год. Если с кольцом, если ты его, конечно, не проглотил, то это к свадьбе. Ага. Если вареники с вишней, то это к искушению. Ты вот с чем любишь вареники? Может быть, с монетами, с сахаром, с перцем, с фасолью. Знаешь, это к детям, между прочим. Фасоль? Да. Я люблю традиционно с картошкой, дорогие друзья. Да, главное, чтобы тебе не попались с мукой. Ты знаешь, что с мукой означает? Ну, это к мучениям. Упаси бог. Но я бы, честно говоря, традицию немножко видоизменил. И в тесто заворачивал бы не какие-то там особенные начинки, а, например, бумажечку с названием песни, которую надо достать и песню исполнить. А, кстати, интересно, какой нужно съесть вареник для того, чтобы посмотреть сюжет? Караоке, например. Я думаю, что так он и должен называться. Караоке, дорогие друзья, предлагаем как раз его вашему вниманию. Укутавшиеся потеплее люди и обилие снега. Именно так выглядит зима, если, конечно, вы живете не в Крыму. Здесь такая погода бывает не часто. А ведь во время новогодних каникул так хочется кататься на санках, лепить снеговика и играть в снежки. Но не спешите огорчаться. Отсутствие долгожданного осадка вовсе не повод для грусти. Это нормальная крымская погода для зимы, как бы. То есть непомеха. Если непогода застала во время прогулки, то можно поиграть в блицы. Задача – дать три варианта ответа на вопрос как можно быстрее. Три распространенных новогодних блюда. Оливье, селедка под шубой и, допустим, жареная картошка. Что в мешке у Деда Мороза? Запасной олень, снеговик для крымских обитателей и, наверное, салат. Допустим. Назови трех персонажей новогодних. Дед Мороз, снеговик, бармалей. Уложился? Да. Во время приятной беседы не замечаешь, как быстро пролетает время. Резко похолодало – не беда. Перемещаемся в более уютное место, чтобы поиграть в видеоигры. Ну что, погнали. Я выиграл тебя. Ничего, ничего. Здоровое соперничество. О процессе можно обсудить планы на ближайшие выходные и подарки. Есть еще одна альтернатива играм. Нам песня и строить, и жить помогает. А еще и справляться с плохим настроением. Тем более, когда погода совсем не радует. Вариантов, конечно, много. Можно сходить в торговый центр, пошопиться. Можно в тренажерный зал сходить, почитать книгу. Но я больше всего люблю спеть в караоке с друзьями. Давай споеду. Давай. Пойдем. Пошли. И тогда у плохого настроения не будет ни малейшего шанса. Александр Кононов, Руслан Хохлов. Утро нового дня. У него гранитный камушек в груди. Вот так поднимаем настроение. У него гранитный камушек в груди. Но я знаю, что твое сердце, оно шелковое. Саш, моему сердцу не терпится представить гостя, которые у нас в гостях. Это Александр Макарь, заместитель главы администрации города Симферополя. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как началось утро нового дня, Саш? Непросто, учитывая, что проснуться пришлось достаточно рано, чтобы приехать к вам в гости. Но я думаю, от этого стоило. Ну, мы-то люди привычны, нам уже не привыкать. Саш, вопрос. Ну, я знаю, что наши, так сказать, наши убители-то не покинули, но временно сменил, так сказать, прописку. И один из таких актуальных вопросов – это местное самоуправление. И в этом году проводятся конкурсы между местными самоуправлениями. Вообще, что это такое за определение самоуправления? Я думаю, далеко не все знают. Ну, это территориальное общественное самоуправление. Далее можно просто аббревиатурой ТОС. Уже все достаточно привыкли к этому. Успешный опыт, который зарекомендовал себя на территории всей России. Естественно, он пришел в Крым. ТОС – это объединение жителей определенных домов, улиц или даже нескольких улиц, которые помогают им обозначать сложности, некоторые проблемы, доносить их и, соответственно, определять пути их решения и в итоге решать. До 2014 года была такая практика? Нет, в Крыму не было такой практики до 2014 года. Хочу сказать, что не только проблемные аспекты обозначают ТОС, но это и совместный досуг, это времяпрепровождение и какие-то позитивные моменты, которые позволяют в первую очередь объединить людей, которые проживают на конкретной территории. Вот такое добрососедство. Вот Симферополь большой, например. У нас есть какая-то статистика, сколько этих ТОС на нашей территории города? Ну, на сегодня официально зарегистрировано 74 территориальных общественных самоуправления и в разработке еще находятся, вот мы помогаем людям, они разрабатывают свой устав, еще 9 таких организаций. То есть кто этим занимается? Вот вы пришли к нам с Сашей, мы живем на соседних улицах. Мы пришли на общее собрание и подали свою заявку, чтобы стать... Да, когда вот если вы, Саша, живете на соседних улицах, и есть воля большинства жителей этих улиц все-таки собраться вместе в одно объединение, которое позволит им решать свои проблемы совместно с властью, то вы можете обратиться к нам в администрацию, где вас проконсультируют в полной мере, помогут создать устав этой организации, вы определитесь с председателем, то есть с лидером общественного мнения, человеком, который будет доносить вашу позицию. И таким образом это и вас объединит, да, и поможет в том числе администрации Симферополя, да и в принципе власти всего полуострова и, наверное, всей страны в решении актуальных на сегодня проблем. Саш, ну ты нас почти убедил в Стоне организовать такое мероприятие, но я знаю, что Олег Крючков с Дариной Сафоновой тоже такое организовали. И как нам теперь так, чтобы обмениваться опытом или, может, конкурировать друг с другом? ТОС, да, ну я не знаю... Вот конкурс, мы о конкурсах можем. Я не знаю в плане конкуренции, насколько получится конкурировать, но я думаю, всему свое время однажды действительно получится ставить достойную конкуренцию. Но если говорить о моментах соперничества, то не конкуренции, то это тоже здорово. Потому что вот на сегодня у нас существует ряд инициатив, которые позволяют в какой-то мере раззадорить этих представителей. Крючкова из... Ну, я думаю, если они подадут заявки для участия в, допустим, направлении лучший цветник, то у вас есть все шансы выиграть там за окном. Прекрасные цветы у вас растут. Есть три направления, по которым мы на сегодня проводим конкурс. Первый – это лучший двор многоквартирного дома. Второй – это самая благоустроенная территория ТОС. И третий – это лучший цветник. С 2017 года начались эти конкурсные, так скажем, процедуры. И на их реализацию предусмотрено порядка 40 миллионов. И на сегодня уже удалось благодаря этим инициативам установить дополнительно, в качестве поощрений для ТОС, 15 площадок. Отлично. А судьи кто? А судьи кто? Ну, здесь определяем уже мы. Потому что есть определенные критерии, по которым мы определяем, что конкретно этот ТОС заслуживает возможности установки на своей территории тот же детской или спортивной площадки. А давайте вообще определим условия, как стать ТОС. Должны быть какие-то критерии? То есть это должно быть 50 человек, 20 человек, 1 человек может состоять. Вообще какие условия для того, чтобы создать? Ну, ТОС из одного человека нет. Мы определили, что хотя бы как минимум двое в вашем случае. Но на самом деле, первый, самый важный критерий, даже условий, наверное, это желание объединиться людей. Желание объединиться и совместно решать свои проблемы. Здесь уже не принципиально. Это может быть просто одна улица в частном секторе, или это может быть один многоквартирный дом. Или это может быть совокупность 10 домов, это может быть 10 улиц. То есть здесь уже зависит от общности, наверное, сложности, проблем, от территориального расположения того или иного дома или улицы. Как давно начали организовываться? То есть в 2017 году мы переняли такую практику с полуостров? Нет, работа с ТОСами началась, так сказать, в самом начале. То есть с 2014 года у нас организовывается и 70-60 лет? Да, ну, уже началась работа по формированию ТОСов. Потому что это очень действенный инструмент, ведь людям на местах зачастую виднее, где поставить, допустим, стол посвящения, или где нужна дорожная разметка, или как лучше им установить дорожку, или где лучше, здесь асфальт или тротуарную плитку. Просто приедет специалист, он ведь не живет в этом месте, он может только приблизительно понимать, как это будет лучше эстетично или с практической точки зрения. А вот местным жителям действительно куда виднее, что где установить, как лучше будет для них. Поэтому здесь важно, чтобы эта позиция местных жителей, которая сформировалась в рамках деятельности ТОС, ее просто донесет председатель ТОС. У них абсолютно у всех председателей есть полный контакт со всеми уровнями власти. Они активно взаимодействуют с депутатским корпусом. Они точно так же активно приходят в администрацию для решения совместных проблем. Они оставляют заявки, они даже в телефонном режиме уже настолько сложился контакт, что уже можно некоторые вопросы решить в телефонном режиме. Это действительно упрощает работу и нам, и в то же время людям позволяет более оперативно решать все сложности, которые у них на сегодня существуют. Александр, все-таки давайте немножко о пряниках. Я все-таки считаю, что у нас в ТОНИ есть шанс выиграть, по крайней мере, в конкурсе цветников. Какие пряники? А я вот только что... Ну вот подробнее, да. Кроме детских площадок, что еще можно получить? В принципе, это детские площадки, пять площадок в год у нас. Определили, с 2017 года уже установили, соответственно, 15. А если есть уже детская площадка? Я думаю, найдем общий язык, потому что, кроме прочего, есть еще и всевозможные мероприятия. Вот всесторонне абсолютно стараемся поддержать представителей ТОС, потому что люди инициативные, люди горят. А когда ты хочешь что-то изменить, у тебя есть шансы приобрести. И это очень хорошо, потому что это не только возможность, повторюсь, решать какие-то проблемы, это еще возможность взаимодействовать друг с другом. Вот, допустим, день соседа, Саш, когда-нибудь участвовал в таком мероприятии? Никогда, я вообще не очень общительный. Вот, вот это ваша с Антонино недоработка, потому что все-таки вы соседи можете... Кто у нас лучший цветник? Смотрите, я все равно еще хотела уточнить. Мы после того, как с Сашей объединились, мы для себя уже поняли, что мы будем вместе сотрудничать и работать. Куда нам идти? В администрацию Симферополя и заявлять о себе? И насколько сложно собрать документы, вот скажем еще? Нет, документы там абсолютно не сложная процедура. Есть шаблон, шаблон, по сути, устава, да, где вы определяете основные моменты. Просто вписывайте. Обязательно нужно название, ребят, вам нужно подумать над названием. Уже есть какие-то идеи? За этим дело не постоит, я думаю. Вот, кстати, касательно цветника, у вас есть абсолютно все шансы выиграть, если вы успеете зарегистрировать свой ТОС. До 10 апреля можно подавать заявки, да. А вот что касается самой благоустроенной территории ТОС или лучший двор многоквартирного дома, то здесь вам придется поторопиться, потому что заявки принимают только до 20 января. По цветнику пойдем, да? Александр, спасибо, что вы пришли к нам в гости. Спасибо. Большое спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас был Александр Макарь, заместитель главы администрации города Симферополя. Всю эту информацию, я думаю, можно найти и в интернете, потому что все очень четко и понятно. А что же еще мы можем найти в интернете, знают наши корреспонденты, которые тщательно подбирают информацию и готовят ее для вас, наши дорогие зрители. «Храни меня, мой талисман» – кулон с ценными воспоминаниями и дорогим сердцу цветком своими руками. Для такого подарка понадобится древесная щепка, акриловая смола, сухое растение, немного времени и, конечно, букет теплых чувств. Не все то золото, что блестит, не все то квадрат, что кажется четырехугольным. Уникальный экспонат представили зрителям в Баварском музее современного искусства. Стальной пруд, изогнутый специальным образом, создает иллюзию в плоскости. Однако с противоположной стороны геометрическая фигура оказывается совсем не тем, чем казалось изначально. Понарошку, но будто по-настоящему. Пила, наждачная бумага и даже палитра с красками. Сложно поверить, что эта анимационная инсталляция выполнена из детского конструктора. Еще больше удивляет, как эти угловатые детали сложились в милую уточку, да еще и на колесах. Река на рабочей поверхности. Любопытный способ украсить столешницу придумали венгерские дизайнеры. Специально пропиленный желоб на доске они укладывают в восковые карандаши. Растопив цветную массу промышленным феном и залив полимерным лаком, остается только отшлифовать будущий столб до зеркального блеска. Гости будут удивлены необычному атрибуту интерьера. Аналитики обещают, что многие профессии к середине 21 века исчезнут. Робот-каменщик – прямое доказательство этого. Машина без остановок и выходных готова выстраивать кирпичи ровными рядами. Разработчики уверяют, что кладка выходит надежная. Единственное, что не умеет механизм – работать с душой. Каменный цветок своими руками – традиционная азиатская техника послойной живописи, перенесенная на кончик булавки. Лепестки, наносимые на поверхность лака, нарастая друг на друга, создают иллюзию объемного изображения. Бижутерия, выполненная из таких флористических бусин, уделит любую модницу. Хоть мы с Антониной далеко не модники, но удивить нас тоже можно. И для этого я подключусь к нашим коллегам. Дело все в том, что за последний год мы создали два филиала в Керчи и в Евпатории, телерадиокомпании «Крым». Вот прямо сейчас я готов подключиться к коллегам из Керчи. На прямой студии, с нашей студией Дарья Зимина. Доброе утро, Даша! Какие сюрпризы вам успел преподнести уже новый 2020 год? Доброе утро, коллеги и доброе утро, крымчане! Сегодня, 14 января, жители России отмечают Старый Новый год. Керчане еще в декабре с нетерпением ждали снега, который мог бы подкрепить праздничное настроение. Однако зима до сих пор не торопится порадовать нас снегопадом. Но морозы в восточном регионе, как известно, явление редкое. Вот и сейчас в городе Герои установилась умеренная погода. Днем воздух прогревается до 6 градусов тепла, пасмурно, иногда проходят дожди. Однако, несмотря на это, не стоит терять бдительность и нужно все-таки готовиться к холодам. Во всеоружии готовы встречать снег и гололед на Крымском мосту. Автодорожную часть транспортного перехода обработали водно-солевым раствором. Это необходимо для того, чтобы избежать обледенения и создать безопасные условия движения машин во время перехода дневных и ночных температур. За ситуацией в проливе круглосуточно следит автоматика. В случае резкого ухудшения погоды из своих гаражей готовы выйти более двух десятков единиц техники. О том, как проходит зима на самом продолжительном транспортном переходе в Европе, я предлагаю узнать из сюжета моей коллеги Екатерины Рябовой. Крымский мост – транспортная артерия, движение по которой не прекращается ни при каких обстоятельствах. На случай непогоды здесь заготовлено все необходимое. Но главное – противогололедные работы проводят заранее в соответствии с метеопрогнозом. Это настоящее информационное сердце Крымского моста. Вот на этом экране представлена автоматизированная схема управления дорожным движением. Здесь представлены результаты мониторинга на семи метеостанциях. В зависимости от изменения погодных условий применяется тот или иной сценарий дорожного движения. Автомобилистам выдаются рекомендации по снижению скоростного режима. Локальные метеостанции дают прогноз на ближайшие два часа. Температура разнится в зависимости от участка. Как видите, перепад температуры, допустим, поверхности 9,4 – Краснодарский край и 10,6 – Керченская сторона. Наиболее склонна к обледенению – зона судоходной арки. Это самый высокий участок транспортного перехода. Чтобы не допустить остановки движения, дорогу покрывают водно-солевым раствором. Игорь Оксанычев – один из тех, кто несет ответственность за правильность приготовления раствора. Следит за температурой и концентрацией. В бункер загружается сухая соль. Дальше по пневматическому транспортеру она отправляется в силос для хранения. Далее по шнековому питателю она поступает на растворение, в установку растворения. И после растворения она перекачивается в виде жидкого рассола в емкости для хранения. Водно-солевым раствором заправляют поливомоечные машины. Эффективность их работы уже можно оценить в ночное время, когда на термометре минус или во время осадков. Сцепление с дорогой хорошее. Готова выйти на линию и другая техника – снегоуборочные машины и грейдеры. Но пока в этом нет необходимости. Полная готовность. На транспортном переходе у нас для нужд зимнего содержания задействовано 25 единиц техники, которые в полной готовности круглосуточно находятся. Запас противогололедных материалов порядка 1200 тонн. Больше 200 кубометров солевого раствора всегда есть в запасе. Пока его использовали лишь на отдельных участках. Однако в случае непогоды материалов и техники хватит для обработки всей автодорожной части транспортного перехода. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, Новости 24, Керченский пролив. Крымский мост сейчас не только готовится к возможным холодам, но и к запуску грузового железнодорожного движения между полуостровом и материковой частью России. Грузы любой сложности города Крыма смогут принимать уже с 1 июля 2020 года. В рамках масштабной программы модернизации удалось отремонтировать 250 километров путей. Краснодарские коллеги, кстати, тоже ждут открытия грузового коридора. Известно, что товарооборот между двумя южными регионами будет состоять из топлива, промышленного оборудования и стройматериалов. Что ж, новый день принесет нам совсем новые вести. И корреспонденты Керченского филиала телеканала Крым-24 вновь отправятся на свои задания, чтобы рассказать телезрителям о последних событиях восточного региона. Сегодня мы попытаемся узнать, когда в селе Героевское появится, наконец, свой газопровод. Как идет ремонт в покойном отделении Керченской городской больницы. И как керчане будут добираться до станции Керч-Южная. Более подробно об этом мы расскажем сегодня в вечернем выпуске новостей. Коллеги, на этом у меня все. Я передаю вам слово. Большое спасибо, Даша. Желаем вам отличного настроения и только добрых новостей. Напоминаем, на связи был Керченский филиал телерадиокомпании Крым и корреспондент Дарья Зимина. Ну что ж, полезная, ценная информация. Я бы на самом деле даже не знал, что настолько все серьезно на Крымском мосту. А ты, кстати, знаешь, что я хочу заметить? Что настолько серьезные мероприятия проводятся. Да, мероприятия серьезные. И я хочу заметить, несмотря на то, что железнодорожное сообщение у нас было открыто, аэропорт и авиалинии нисколечко не потеряли в продажах билетов в Крым. Почему? Как ты думаешь? Я думаю, что некоторые люди все-таки любят очень быстро и комфортно добираться до места. Я думаю, что на поезде тоже очень комфортно, но не так быстро, как на самолете. Поэтому, в принципе, туристический поток, во-первых, увеличился. Ну и, конечно же, каждый нашел себе транспорт по вкусу. Но я должен сказать, что я бы все-таки предпочел самолет. Но есть три варианта. И самолет, и можно и на машине уже добраться, и, конечно же, железнодорожный. Скажи, пожалуйста, когда видела, как плачут камни? Нет, Саша, никогда не видела, как плачут камни. А я предлагаю посмотреть небольшое видео, посвященное этому. Дело все в том, что немецкий художник установил 75-тысячный камень преткновения на дороге на юге Германии. В рамках проекта, над которым он работает уже довольно давно, с 1992 года. На камнях указан имя и год рождения, место гибели человека, который, в общем-то... Да, это на самом деле очень серьезный, очень масштабный проект. Этот немецкий художник, он стремится увековечить память о тех людях, которые погибли во время Великой Отечественной войны, и память жертвам Холокоста. И я хочу заметить, что он провел 270 дней в поездках для того, чтобы установить свои камни преткновения. И работа уже делится, уже длится долгое время. В этом году она будет закончена. И я думаю, что действительно очень масштабный проект. Я думаю, когда он установит последний камень до конца, я думаю, это ни в коем случае нельзя пропустить. Информация особенно актуальна в текущем году, который посвящен 75-летию Победы, напоминаю еще раз. Ну, двинемся от тем таких торжественных и скорбных, наверняка более актуальным, более веселым. Это стрим. Наш корреспондент. Дело в том, к сожалению... Сейчас у нас. Ну, Саша, я думаю, то, что пока у нас Дарья прогуливается, я готова тебе еще раз напомнить, что студия у нас еще пока что праздничная, ведь старый Новый год, с чем мы вас и поздравляем. Кстати, хотелось бы напомнить, что студию украшали наши партнеры оптово-розничные магазины «Калейдоскоп», за что мы их и благодарим. Эти переливающиеся елки, шары, конечно же, поднимают настроение и делают его новогодним, несмотря на то, что праздники уже почти все закончились. Ну, надо сказать, что пока еще сегодня и вчера у нас действительно был небольшой праздник, это старый Новый год, и весьма актуально все эти звездочки и блестки смотрятся в нашей студии. Да, актуально. И я, кстати, хочу заметить, что еще до 20-го числа мы будем выходить в таком формате, в новогоднем, потому что перестроиться действительно сложно. Как только мы вошли в эфиры, это был 9 января, и все наши программы были посвящены, как все-таки войти в рабочий режим. Мы уже в этот режим вошли, я думаю, что вы уже тоже вошли в этот режим, но отказываться от праздников пока что сложно. Ну, нужно сказать, что 20-го числа мы сменим вновь декорации, а что это будет, пока небольшой секрет, но я абсолютно уверен, что каждый из вас удивится нашей придумке и хитрости. Я думаю, что даже мы удивимся нашей придумке и хитрости. Ну, все-таки теперь, наконец-то, я готов обратиться к Дарье, к нашей Дарье Шариповой, которая прямо сейчас находится на улицах Симферополя, и наверняка что-то очень интересное нам готовы рассказать. Дарья, доброе утро, вещайте. Доброе утро, Саша, доброе утро, Тоня, доброе утро всем крымчанам. Надеюсь, оно у вас такое же бодрое, как у меня. Я к вам с новостями о погоде. Сейчас на улице 2 градуса тепла, наконец-то за многие дни она утром у нас плюсовая, и вообще сегодня она обещает повыситься до 6 градусов, что не может не радовать, но это не повод раздеваться, как-то легко одеваться. Одевайте, пожалуйста, все те, кто выходит утром, перчаточки, шарф, как я, потому что довольно прохладно все-таки, и простуда не дремлет, и в любой момент можно подхватить какой-нибудь неприятный вирус и залечь дома на много дней и пропускать работу и учебу, а сейчас у студентов сессия, ни в коем случае пропускать ее нельзя. Также вот сейчас потихонечку начинает светать, но все равно еще довольно темно, и гуляя по центру, я понимаю, что здесь освещение идеальное, прекрасное, каждый фонарик горит, а вот люди, которые живут на окраинах города, часто жалуются, что на работу, на учебу им приходится добираться буквально по темноте, и поэтому вот сейчас начались такие, скажем, рейды, монтаж по городу освещения, вот буквально на днях он прошел в районе Новоромановки и по центру города частично, и вообще городские власти обещают за следующие два месяца отремонтировать освещение на 40 улицах города. Прекрасная новость, как по мне, и на этом у меня все, передаю слово студии. Большое спасибо, Даша, за ценную и полезную информацию. За такой светлый, я бы сказала, стрим, потому что освещение действительно отлично. И несмотря на то, что на улице температура плюсовая, надо сказать, что мы тоже вполне ощущаем хоть и плюсовую температуру, но весьма прохладно в нашей студии, и как, Антонина, ты как будто жаворонок на веточке. Твоя компания меня, конечно же, согревает, ну и зрители, которые тоже смотрят наш эфир, делают это утро теплее. Абсолютно согласен. Тонь, скажи, а вот как тебе идея сделать большую-большую куклу своими руками и вот так вот в нее укутаться, если вдруг станет холодно? Саша, я вообще на самом деле имею огромную практику по изготовлению кукол, точнее нарядов для них, потому что у меня есть маленькая племянница, и каждый раз, когда она приходит в гости, обязательно нужно изготовить новый наряд, будь то юбка, либо это какая-то потрясающая вуза. Иногда сама завидую этим куклам. Ну, я бы на том месте не завидовал, ты всегда в новом наряде, всегда потрясающе выглядишь, так что ты сама почти как кукла. Но нужно сказать, что, конечно, хоть наша Антонина похвасталась, дескать, она эксперт в этой области, тем не менее есть эксперт, гораздо более просвещенный в вопросах создания кукол своими руками. И вы будете удивлены, это Стефан Филатов. Давайте посмотрим его сюжет, посвященный этой теме. Приятные неожиданности, сюрпризы и сувениры. Кто же не любит подарки, а для того, чтобы порадовать друзей или близких, и повод не нужен. Сделанное своими руками ценится выше, а потому будем шить авторские игрушки. А поможет нам в этом Сильвия. Но, прежде всего, хотелось бы понять, в чем уникальность этих кукол. Это работа моей фантазии, моего воображения. Таких кукол больше нет нигде. Я все приготовила, давайте приступим к работе. Давайте. Я работаю только натуральными материалами. Это бязь, хлопок стопроцентный. Это тоже хлопок. Холофайбер, фоамиран, зефирная бумага. После того, как лекала готова, эскиз переносят на ткань. Затем сшивают ее и только после деталь вырезают. Кстати, это будет ножка. Ножка куклы. И теперь наступает самый интересный процесс, ну, по крайней мере, для меня. Мне уж очень понравилось набивать деталь натуральным наполнителем. Происходит это таким образом. Телия, а что дальше? Когда мы набили ножки, лучки, тело, голову, начинаем пришивать первым делом ноги. Пришиваем ноги. Затем у нас идут руки. И последняя у нас идет голова. В итоге получается вот такая кукла. У каждой куклы свой стиль, свои наряды, юбки, платья, комбинезоны. С учетом уже имеющейся идеи, реализация технической части работы от самого начала и до конца займет порядка 8-10 часов. С такой куклой можно играть, но все-таки чаще их используют как элементы интерьера. А потому понравятся они людям всех возрастов. Если честно, я и сам нахожусь в восторге. Уже давно расческой не пользовался. Стефан Филатов, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Доброе утро всем тем, кто встретил с нами первый час и кто только что к нам присоединился. Для вас сегодня в прямом эфире работают Александр Ткачев и Антонина Шитова. Вещаем мы сразу на двух телеканалах. Первый Крымский и Крым24. И как вы успели заметить, сейчас мы вещаем в черно-белом цвете. Но мне кажется, не будет это утро добрым и бодрым, если в него не добавить красок. Ну вот, кажется, другое дело. Ну что, тебе намного приятнее, комфортнее? Комфортнее. Но я думаю, что еще комфортнее будет нашим зрителям, если не узнают, чего же ожидать от сегодняшнего эфира. Итак, анонс. Что делать, если погода не балует снегом? О секретах веселого времяпровождения в теплой компании друзей. Приятные неожиданности, сюрпризы и сувенирии. Для того, чтобы создать праздник друзьям, повод не нужен. Игрушки, сделанные собственными руками, ценятся в сто раз выше. Незабытое прошлое. Новый год по старому стилю. Может быть не менее ярким, чем традиционный. Как встретили симферопольцы и гости столицы праздник. Прямые включения из Евпатории, Керчи и Симферопода. Яркие события и актуальные новости в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». Ну что же, я хотел бы дополнить картину сегодняшнего дня новостями, которые подготовили корреспонденты канала «Крым-24». Таинственная находка. Старинный подземный ход обнаружили в центре Севастополя. Пока датировка постройки приблизительно между 17 и 19 веками. Сооружение вскрыли во время прокладки коммуникации на площади имени Ушакова. Наш корреспондент Сергей Вологин одним из первых увидел необычный объект. Древности. Привычная находка для Дениса Гавриленко. Работая на сроках Севастополя, не раз натыкался на артефакты. А вот подземелье обнаружил впервые. Это как бы память от кого-то из наших прапрапрадедов, может быть, или прапрапабушек. Я думаю, это очень важно. Рабочие сразу поняли. На пути техники не просто преграда, а исторический объект. Чтобы не повредить конструкцию, грунт удалили максимально аккуратно. Археологи, любопытные люди обнаружили, что этот город имеет какое-то значение. В результате буквально 10 числа приехали спелеологи. Один человек залез вовнутрь, прошел по тоннелю. По проекту траншея для новых труб не заденет старинное сооружение. Пока ученые определяют назначение и возраст подземелья. На этом месте, предположительно, располагался фонтан, водозаборный фонтан. Но это не в понимании современного фонтана. Это, в общем-то, цистерна облагороженная для забора питьевой воды. Здесь жители Севастополя забирали воду. То есть, этот водозаборный фонтан еще был построен до Крымской войны. Таких объектов в Крыму нет. Севастопольские общественники предлагают внести изменения в проект реконструкции Большой Морской. Это желание наше, вот этот фонтан, который описан, есть рисунки, восстановить как память о наших героических предках. Почему? Потому что планируется в ходе реконструкции построить на исторической площади Ушакова сухой фонтан. Фонт фонтана – это площадка, и струи бьют из-под земли. И деревянные перголы. Мы говорим, не надо делать какие-то новоделы. По направлению подземного хода, качеству кладки и особенностям материала планируют определить, к какому из старинных сооружений Севастополя относится находка. Пока есть несколько предположений. Возможно, это работа мастеров 17 века, либо конструкция времен Крымской войны. Этот подземный ход выложен из крымбальского камня. Сейчас такой встройки не используют. Соединен он известкой вместе с песком. Так строили в 18 веке. А фрагменты противогазов, найденные здесь, говорят о том, что паттерна использовалась во время Великой Отечественной войны. Находку уже исследуют специалисты Севастопольского военно-исторического музея. Им предстоит поднять десятки исторических документов. Мы сверим с этими чертежами, планами, а также в архивах поработаем. Затем обсудим с археологами. И после этого будем уже готовы дать какое-то заключение. В ближайшее время необходимо выяснить, целесообразная реконструкция старинного гидротехнического сооружения. Пока техника продолжает работать на участке. Мы будем дальше продолжать эту работу с подрядными организациями. Здесь, соответственно, если будут какие-то, конечно, исторические ценности будут обнаружены, мы однозначно будем их актировать и передавать в установленном порядке для обозначения как памятник архитектуры. Судьбу подземного хода городские власти решат после экспертного заключения об исторической ценности сооружения. Сергей Вологин, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. В Артек на 1301 день. Звучит, как мечта многих школьников. Такое в истории детского лагеря действительно было, правда, из-за войны. Это произошло в 1941 году, когда отцы были в окопах, а матери на трудовом фронте. Смена завершилась после Великой Победы. С тех пор прошло 75 лет. Как артековцы хранят память о тех днях, знает Дмитрий Попов. Такие приветствия звучали здесь и в начале войны. Годы летят, речевки не меняются. Наш любимый артек, не забудем вовек. Сейчас, чтобы попасть сюда, нужно стать самым умным, сильным, талантливым. Олесе Майструк повезло, у нее большие успехи в парусном спорте. Есть время для учебы и для развлечений. Когда с подругами услышали про смену в 1301 день, захотели узнать, как все было на самом деле. Казалось, неужели столько времени можно отдыхать и веселиться? Завесу приоткрыли воспоминания мальчишек и девчонок, которые были здесь в начале 40-х. Вот одно из писем участника самой длинной смены в артеке. Зачитая его фрагмент. Нас разбудил директор, объявляя по радио, что началась война с Германией. Мы очень плакали. После этого началась эвакуация, и дети понимали, что их ожидает долгая дорога. Москва, Сталинград, Казань, Уфачи, Лябинск, Омск, Биск, Белокуриха. Поездка растянулась на три года. Об этом и не только ребята узнали из фильма «Артековский закал». Они очень дисциплинированные. Вот это я замечала. А вы не такие, как они. Вот это я хорошо помню. На кадрах те самые артековцы. Сейчас им уже за 90. Из 300 разыскали четверых. В фильме снялись двое. Режиссер Татьяна Мирошник устроила все так, чтобы у них не было возможности пообщаться до первой встречи. Это был эффект неожиданности. Им этот эффект снимали. Этель плохо видит. И первое, что она сделала, она прикоснулась к Виктору, чтобы тактильно почувствовать вот этот артековский закал свой. Виктор поправил очки и нежно снял с нее курточку. В эвакуации сближали артековцев не отдых и спорт, а тяжелый труд и недетская ответственность. Каждый был занят. Володя и Муля ведали конем, водой, дровами. Володя Аа с электричеством. Харри Лидеман был прекрасным пекарем. А Виктор Кискула переплетал книги и делал нам всем чудесные блокноты. Заняты были все. Ребята брались за любую возможную работу. Изготовление каких-то перчаток, вышивки, изготовление кесетов. Ну, все, что могли сделать, допустим, дети своими руками. Результат трудовой подвиг. Дети накопили 116 тысяч рублей. Этой суммы хватило на изготовление танка Т-34. Достигнув совершеннолетия, ребята вслед за вожатыми уходили на фронт. По сей день артековцы пишут письма тем, кто остался в живых. Я пишу письмо этой лесме и хочу передать ей, что я горжусь ей и другими артековцами. С тех пор многое изменилось. В состав артека входят уже не 4 лагеря, а 10. А вот морской первый. С него все начиналось. Это сейчас артековцы живут в таких больших и комфортных корпусах. Ранее они отдыхали в маленьких деревянных домиках, которые были установлены вдоль набережной. В каждой помещалось, между прочим, по человек 40. Установили здесь и новые современные столовые. А в те годы ели под открытым небом. Детский центр продолжает развиваться. И уже сегодня за одну смену готов принять 3,5 тысячи ребят. Артековский привет! Крым 24! Дмитрий Попов, Андрей Заричный, новости 24, Артек. К этому часу у нас вся информация. Мы будем следить за развитием событий. Толь, скажи, ты отдыхала в детских лагерях? Только в спортивных. Детские спортивные. То есть на море вы не ездили? Ну, это было море, но нельзя назвать это отдыхом. Почему? Это было так тяжело? Потому что нам приходилось слишком много тренироваться. Ну, Толь, ты настоящий вулкан. Саш, ну, сочту это как за комплимент. Дорогие друзья, ну, я не просто так употребил это слово вулкан, потому что мы нашли удивительное видео, посвященное этому природному явлению. Прямо сейчас мы предлагаем нашим зрителям переместиться в Мексику для того, чтобы посмотреть видео, которое было опубликовано на канале. И камеры наблюдения, которые наблюдают за вулканом, попал сам момент взрыва. Что вообще, что это и где это? Давайте все по очереди. Это извержение вулкана, которое называется Попокотепетль. Находится он в Мексике. И, значит, предшествовало ему еще, кроме взрыва, землетрясение. Об этом, конечно же, сообщили в национальном центре. Также я хочу сказать, что желтая отметка опасности. Что это означает? То есть приближаться к этому вулкану запрещено ближе, чем на 12 километров. То есть эвакуация пока что не состоялась. Но, тем не менее, выброс был очень большой, до 3 километров. Поэтому вот такая опасность. Что будет происходить дальше, еще пока непонятно. Но это уже второе такое извержение. И, в принципе, если отметка достигнет еще большей высоты, то будет эвакуация. Ну, вообще, нужно сказать, как-то странно год начался у нас. Ну, вообще, на самом деле... Столько событий, и какие-то они все, ну, не сказать, что сильно радостные. Вообще, ты знаешь, что Крым тоже находится в зоне высокой сейсмической опасности? Да, тем не менее, последнее землетрясение мощное было в Крыму отмечено в 1927 году. Называется Большое Крымское или Ялтинское, напомню. Достигало оно почти 9 баллов. И хранились описания, даже фрагменты видео, как это происходило. Были серьезные повреждения зданий. И очевидцы описывают, что из Черного моря поднимались столбы пламени. Ну, видимо, сероводород, который находится, как мы знаем, на дне, имел свойство подняться и воспламениться с кислородом. Ну, вообще, конечно, тот вулкан, который в Мексике находится, он вообще, кстати, является символом страны. Находится он недалеко от столицы Мехико. И, кстати, я хочу заметить, что на самом деле явление страшное, но страшно красивое. Как ты сформулировал. Кстати говоря, о Симферополе. Давайте от Мексики перейдем в Симферопол. В Симферополе наш славный город. Дело все в том, что буквально вчера на главной площади города тоже бушевал вулкан страстей. И подробнее в эту лаву раскаленную событий погрузился наш корреспондент Наталья Жадько. Она готова рассказать, что же увидела. Давайте посмотрим ее сюжет. Громкую музыку, народные песни и смех накануне вечером можно было услышать далеко за пределами центра города. Начало рабочей недели совпало с празднованием Старого Нового Года. Традиционно щедрый вечер начинается с большого хоровода, где все участники объединяются в один большой круг, что символизирует единство веры и духа. Все от мала до велика отмечают Старый Новый Год. Одним из самых ярких моментов торжества – конкурс колядок. На главной площади города Симферополя за победу сражалось около 20 команд. Жюри оценивали претендентов по нескольким критериям. Команды-участники готовят праздничные колядки. Они должны быть продолжительностью не менее пяти минут. По древней традиции в каждой команде должен быть звезда, звонарь, оповещающий колокольным звоном о том, что идут колядующие и механоша, который несет подарки, сладости и угощения. По церковному календарю с 7 по 19 января проходят рождественские праздники или святки. Именно в эти дни люди поздравляют друг друга, ходят в гости и дарят подарки. Основная цель этого праздника – прославить рождение Бога Младенца Христа, то есть Рождество Христово. И возродить в душах и сердцах наших детей добрые, прекрасные традиции, чтобы они потом передали их своим детям и внукам. В центре Крымской столицы торжественные гуляния с каждым годом приобретают все больший масштаб. Третий год организаторы радуют жителей и гостей Симферополя веселым праздником. Первый год, когда мы провозили, это пять команд всего приняло участие. В прошлом году это было уже восемь. В этом году зарегистрировано 15 участников. То есть у ребят просыпается интерес, я смотрю, что им нравится. И вот эти игры в переодевание, ну, наверное, это свойственно молодому поколению. Захотелось просто создать людям праздник. Подарки и угощения получали не только колледующие, но и гости, собравшиеся на площади. После соревнований проходили игры со зрителями, где каждый желающий мог принять участие, выиграть призы и повеселиться от души. Наталья Жатько, Алексей Семенов. Утро нового дня. Атмосфера праздника действительно царила нешуточная. Я же говорю, вулкан страстей. Вулкан страстей. Ты, кстати, знаешь, я хотела отметить, что в Симферополе очень много действительно людей гуляли в новогоднюю ночь, и во все новогодние праздники, и ярмарка. Почти все раскупили в этих потрясающих домиках. Да, сама ходила. А ты участвовала? Я тоже участвовала. К сожалению, досталось мне не очень много. Но, тем не менее, все самое лучшее. Открой секрет, что уже самое лучшее это пребывало. Ой, Саша, я боюсь, что ты захочешь на следующий год тоже самое приобрести. Это, конечно же, большие елочные шары. И, как я уже говорила, я делала все по традиции, приобрела старый Новый год, повесила эту игрушку, и в течение каждого часа на протяжении всего старого Нового года перевешивала ее выше и выше к нашей звезде. Говорят, что так и сбудется желание. Я напоминаю, что Антонина гарантировала, что если вдруг кто-то поступил по ее мнению, по ее рекомендации поступил, и если вдруг, не дай бог, желание этого человека не сбудется, то Антонина лично его исполнит. Вы знаете, где меня искать, так скажем. Я, кстати говоря, все-таки совершенно запамятовал твои рекомендации. А ты знаешь, вообще старый Новый год для этого и существует. Старый Новый год для этого и существует. Если в Новый год ты не успел что-то сделать, то ты загадать правильное желание, правильно накрыть стол, надеть нужную одежду, то все это можно сделать во время старого Нового года. Дорогие друзья, напоминаю еще раз, если вдруг, так же, как и я, проворонили момент, но старый Новый год у нас длится с 7 по 19, поэтому еще можно успеть, так сказать, сесть в последний вагон. Саша, ну я тебе хочу сказать, что если вдруг кто-то не успел посмотреть нашу афишу, то вот сейчас есть возможность. Я думаю, что все нужно планировать заранее. И я думаю, что эта информация придется как нельзя кстати. Автор пьесы Морозко Мария Шуринова бережно сохранила литературную основу русской народной сказки. Персонажи постановки помогают передать глубину и богатство русской души, а также раскрывают для малышей понятия трусость, храбрость, жадность, чедрость, добро, зло. Васа Железнова – одна из лучших пьес писателя Максима Горького, воплощенная на сцене русского драматического театра. Наследница родового капитала Васа изо всех сил пытается сохранить семью. Которая гибнет на ее глазах. Крах неминуем, медленно угасает сын-наследник, муж-растлитель под судом, брат-пьяница, а внука пытается забрать за границу непутевая мать-революционерка. Масштабный мюзикл «Дубровский» – это история о потомках двух враждующих помещичьих семей – Владимире Дубровском и Маше Троекуровой. Современная музыка, эффектная хореография, красочные массовые сцены и исторические костюмы сделают зрителя участником романтической истории о любви. А виртуозная игра актеров, присутствие оркестра на сцене и новейшей визуальной технологии заставят прочувствовать всю энергию спектакля. Этот спектакль удостоен Высшей театральной премии Республики Крым «Золотой грифон». Спектакль «Котенок по имени Гав» поставлен по пьесе известного писателя и драматурга Григория Остера. Это сентиментальная и очень трогательная история о дружбе, о веселом и беззаботном детстве, когда можно интересно поиграть с самим собой, но еще лучше с другом. «Цветик-семицветик» — это детский хореографический спектакль, поставленный по мотивам сказки Валентина Катаева. Задиристая и любопытная непоседа Женя проворонила купленные по маминому указанию баранки, зато стала обладательницей чудо-подарка от волшебницы. Пройдя испытания жадностью, завистью, хвастовством, истратив большую часть лепестков волшебного цветка на пустое и бессмысленное, последнее желание Женя использует на очень доброе и благородное дело — исцеление мальчика Вити и обретает в его лице лучшего друга. Проживая вместе с героями и их приключения, дети разгадывают главную мысль сказки — в жизни всегда есть место добру и чуду. Ну а прямо сейчас то, без чего не обходится ни одно утро нового дня. Это, конечно же, кофе, это, конечно же, новости и прогноз погоды. Что ожидает нас сегодня на полуострове? Начнем мы с Симферополя. Весь день будет облачно, без осадков. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, днем до 5 градусов тепла. В Севастополе облачно, без осадков. Ветер южный 1 метр в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, днем столбики термометров покажут 8 градусов тепла. На южном берегу Крыма небо будет покрыто облаками в течение всего дня. Осадки не ожидаются. Ветер юго-западный со скоростью 1 метр в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, днем до 7 градусов тепла. В Керчи 14 января пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, днем столбики термометров покажут до 7 градусов тепла. В Армянске сегодня облачно. Осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, днем до 5 градусов тепла. Как вы видите, погода действительно радует. Плюсовая температура и ночью, и днем. Ну и все-таки, наверное, самое время прогуляться, когда вы отправляетесь на работу, с работы. Но есть все-таки и те, кто любит кататься на своем автомобиле. Я думаю, что прямо сейчас для вас актуальная информация. Цены на топливо. Газ сегодня будет стоить 25 рублей 46 копеек. Дизельное топливо 49 рублей 76 копеек. 92-й бензин 44 рубля 33 копейки. За литр 95-го придется отдать 48 рублей 76 копеек. Ну и 98-й 55 рублей 25 копеек. Что касается валют, я думаю, что такая информация тоже будет актуальна, в особенности для тех, кто следит за этой информацией. Доллар сегодня упал. За 1 доллар придется отдать 60 рублей 94 копейки. Евро тоже сдает позиции. Это 67 рублей 81 копейка. Вот такие новости к этому часу. Ну а я присоединяюсь к своему соведущему. Саш, на самом деле новостей очень много. Ты говоришь, что не все они позитивны. А мне кажется, что в зависимости от того, как ты смотришь на эти новости. Ну, в общем-то, как называется, теория наблюдателя, эффект наблюдателя. Теория. Таина, ты знаешь, я тебе все-таки хочу сказать. Ты пошла сегодня на погоду. Так я красиво, дикторски зачитала. Почти как Ангелина Вовк. Я бы тебя даже назвал счастливицей года. Саша, на самом деле такой титул заработать очень сложно. Да, действительно. Мы предлагаем, дорогие друзья, обратиться к небольшому видео о том, как же все-таки определяют счастливчика года в стране восходящего солнца, то бишь в Японии. А делается это под барабанный бой. Ровно в 6 часов утра. Двери храма отворяются, и огромная пятитысячная толпа врывается в храм. Им предстоит пробежать небольшую дистанцию, всего лишь 230 метров, где их ждут монахи. И вот победителей монахи встречают, определяют трех человек и награждают титулом счастливчика года. Впрочем, не только титулом. Но вообще, как мы понимаем, то, что цель соревнования среди первых добежать по территории храма до финишной черты, ну и тот, кто победил, конечно же, он награждается. В этом году первым стал 33-летний учитель физкультуры из Осаки. Причем участвует он уже в 13-й раз. И побеждает впервые. Ну, побеждает впервые. Я думаю, что счастью нет предела. Конечно. Я бы на его месте тоже возрадовался и воссиял, потому что не только прекрасную мантию подарят ему, но еще и бочонок Саке. Поэтому я бы тоже поучаствовал. Поучаствовал бы, так приезжай в Японию. Вообще, в принципе, такое соревнование, оно традиционное. Проходит оно ежегодно. Как мы уже сказали, то, что если он 13-й, не знаю, с какого года это вообще существует традиция, но, тем не менее, ежегодно. Описывается, что я 4 века уже. 4 века. И я, кстати, знаю то, что может присоединиться любой житель, который, вообще, в принципе, любой горожанин, который даже приехал отдыхать в Японию. То есть не обязательно быть дайсистом? Ну что ж, это хорошая новость, но у меня есть еще одна новость. Не менее радостная и хорошая. Наши коллеги из родиной редакции «Радио Крым» готовы к нам подключиться и рассказать, чем же сегодня дышат они. Доброе утро, коллеги. Вынуждены увезти из эфира нашего слушателя. Да, у нас тут жаркие дискуссии 8.22. Коллеги, доброе утро. Доброе утро. Как ваше утро нового дня началось? Что сегодня у вас на повестке дня? Мы обсуждаем, сколько стоит американских или российских денег, чтобы продать родину. И какие выводы уже есть? Сколько? Ну вот сейчас мы как раз, когда вы включались, разговаривали с человеком на примере украинского блогера Евгения... Теперь уже украинского, я не знаю, или он не украинский, российский. Он постоянно меняет свои взгляды. Не-да. Евгения Гайворонского. И человек сказал, что у каждого может быть своя позиция, мы не отрицаем, у нас свобода слова, мы можем говорить на любые темы. Я задал тогда человеку вопрос, если блогер меняет убеждения раз в полгода, политические, кардинально, сколько это стоит и за сколько он бы поменял свои политические убеждения? Олег, а вы не рассматриваете это явление как воздействие проникающей радиации и мутагенез? А это он рассматривает так, как раз-таки. Это все происходящее, потому что вот вы видели машины ФСБ, которые ездят по Крыму с излучателями. Черные машины ФСБ с надписью «Связь ФСБ». Вот пять человек в студии мы не видели. Мы тоже не видели. Но вы знаете, на самом деле есть такое психическое отклонение, которое описывается тем, что человек чувствует воздействие всяких лучей и так далее. Это диагноз на самом-то деле. «Связь с космосом». Да-да-да-да. Да, у нас как раз психолог комментирует это состояние. Так что, коллеги, мы на связи с космосом. Юбитер дает добро, Марс атакует. Но вы знаете, радио, у вас, как всегда, очень серьезные темы. Мы вас даже не будем задерживать и отвлекать, потому что у нас тоже очень много интересного. И старый Новый год мы сегодня обсудили. И приходил к нам в гости Александр Макарь. Мы, в принципе, с ним побеседовали. Да, мы все интересны. Дальше больше. Хорошего эфира. Спасибо. И вам, коллеги, большое спасибо вам. Спасибо. Антонина, ну что же, тема интересная. Как ты считаешь, в 8.22, точнее, вот с 8 утра, такие серьезные темы? Я думаю, что утро должно начинаться... Люди внимают, понимают? Конечно, но это же не просто так. Дело все в том, что люди просыпаются. Кому-то хочется развлечений, кому-то поговорить о чем-то серьезном. Я думаю, что в 8.22, не такой уж и ранний час, это как раз время серьезных. Ну, на самом деле поражает. Радио действительно всегда просто на пике. Ну, я тоже хочу сказать, что мы не отстаем. Почему? У нас тоже все очень активно. А все потому, что у нас работает большая команда наших корреспондентов, которые каждый день трудятся и собирают очень много информации. Одни из них на выездах, другие, можно сказать, какое-то слово такое есть красивое, серфят. Серфинг, серфинг по интернету, да, производят. И находят там самые интересные, самые актуальные новости. Я предлагаю прямо сейчас к ним обратиться. Новости интернета для вас, дорогие друзья. Храни меня, мой талисман. Кулон с ценными воспоминаниями и дорогим сердцу цветком своими руками. Для такого подарка понадобится древесная щепка, акриловая смола, сухое растение, немного времени и, конечно, букет теплых чувств. Не все то золото, что блестит, не все то квадрат, что кажется четырехугольным. Уникальный экспонат представили зрителям в Баварском музее современного искусства. Стальной пруд, изогнутый специальным образом, создает иллюзию в плоскости. Однако с противоположной стороны геометрическая фигура оказывается совсем не тем, чем казалось изначально. По наружку, но будто по-настоящему. Пила, наждачная бумага и даже палитра с красками. Сложно поверить, что эта анимационная инсталляция выполнена из детского конструктора. Еще больше удивляет, как эти угловатые детали сложились в милую уточку, да еще и на колесах. Река на рабочей поверхности. Любопытный способ украсить столешницу придумали венгерские дизайнеры. Специально пропиленный желоб на доске они укладывают в восковые карандаши. Растопив цветную массу промышленным феном и залив полимерным лаком, остается только отшлифовать будущий стол до зеркального блеска. Гости будут удивлены необычному атрибуту интерьера. Аналитики обещают, что многие профессии к середине 21 века исчезнут. Робот-каменщик – прямое доказательство этого. Машина без остановок и выходных готова выстраивать кирпичи ровными рядами. Разработчики уверяют, что кладка выходит надежная. Единственное, что не умеет механизм – работать с душой. Каменный цветок своими руками – традиционная азиатская техника послойной живописи, перенесенная на кончик булавки. Лепестки, наносимые на поверхность лака, нарастая друг на друга, создают иллюзию объемного изображения. Бижутерия, выполненная из таких флористических бусин, удивит любую модницу. Пока вы смотрели сюжет, наши дорогие зрители, мы с Сашей спорили, можно ли сегодня поздравлять коллег со Старым Новым Годом. Не разобравшись, пригласили гостя в студию. Я готова его представить. У нас сегодня Алла Павлун, младший научный сотрудник Крымского этнографического музея. Доброе утро. Доброе утро. Рассудите нас, Алла, пожалуйста. Можно или нельзя? Конечно, можно. Ведь сегодня как раз-таки он и наступил, Старый Новый Год. А вчера вечером началось его празднование, Щедрый Вечер. То есть, подождите, начинаем праздновать со вчерашнего вечера и продолжаем сегодня на протяжении дня? Конечно, конечно. Надо уже с самого утра идти по гостям и друзьям посевать. Сей-сей посевай, с Новым Годом поздравляю. Ой, сегодня 100% так посеем. Главное, что потом не пожать. Алла, скажите, пожалуйста, почему такое название Старый Новый Год? Есть какое-то противостояние между этими двумя словами? На самом деле, это уникальные случаи, связанные с тем, что в свое время в России перешли на новое летое числение, используя грегорианский календарь. А как раз-таки по юлианскому календарю Новый Год и отмечается в ночь с 13 на 14 января. И сохраняется это не только в России, но и в некоторых других странах. А где сохраняется и как отмечают? Отличается ли от того, как это делают россияне? В принципе, сохраняется, конечно же, в странах бывшего Советского Союза, в Сербии, Македонии, в некоторых регионах Швейцарии, Великобритании, Марокко, Алжирии и в некоторых других странах. В принципе, определенное отличие, понятное дело, будет присутствовать как в названии отдельных обычаев. Но главный смысл этого праздника, то, что вся семья собирается за столом, готовит любимые блюда, различные именно блюда национальной кухни, для того, чтобы богато и празднично встретить Новый Год. Алла, скажите, что же конкретно вы готовили? Какие у вас традиционные блюда? У нас традиционные блюда уже как в Советском Союзе, оливье и крабовый салат. К сожалению, кутю мы ели только на Рождество, хотя на Старый Новый Год ее тоже раньше и многие синие до сих пор продолжают готовить, причем именно богатую кутю, с добавлением различных молочных, может, продуктов, сливочного масла, в отличие как раз-таки от постной Рождественской. Вопрос самый главный. Он касается в первую очередь вас, дорогие девушки. Я знаю, что этот день особенный для вас, потому что помимо обильного застолья, прочих прелестей жизни, вы очень часто в эту ночь используете всякие таинства. А я имею в виду гадание, это правда? Да, конечно. Вы гадали? Я уже вышла замуж, поэтому не гадала. А традиционно многие девушки как раз... Видите, вот Антонина тоже сегодня пришла. С охранником. Охраняет от нежданных кавалеров. Многие девушки именно на Рождественскую ночь, на Старый Новый Год и также уже в Крещенский вечер начинали гадать, собираясь группами. Могли выходить на улицу и спрашивать имя у первого прохожего, считалось, что так будет звать как раз-таки с суженого девушку. Кидали сапог на дорогу и считалось, что в какую сторону покажет нос этого сапога, с той стороны придется как раз-таки муж и невеста. И что интересно, что если он показывал сторону дома, то в этом году ей счастья не ждать. Подождите, а мне интересно, а есть ли сейчас какие-то современные приметы? Насколько я помню, вот это все, что вы описали, оно довольно подробно изложено в третьей главе Онегина, Евгения. На самом деле, это популярные гадания и сохраняются вплоть до сегодняшнего дня. Воск в воду выливать. Да, воск. Зеркало под подушку. Писать пожелания на бумажках, сжигать их, кидать какие-то мелкие различные предметы, что девушки вытянуты из миски, то их ждет при замужестве. И все это сохраняется, потому что наши народные обычаи, поверье, они никуда не уходят. И в памяти наших бабушек, дедушек передаются. Но появляется что-то новое? Или так не принято? Сейчас я бы не сказала все-таки. Скажите, а вот до того, как вы вышли замуж, использовали? Маленькое в школе использовала. Но подождите, сошлось мужа за вот так, как и выпало? Часто я не помню. Но вы знаете, меня еще вот что интересует. Я вычитала, что если первая девушка зашла в дом 14-го числа, то ждите плохих вестей. Но подождите, у нас начинается рабочий день, я выхожу из дома в 4 утра и делаю это самое первое. Есть ли какое-то предсказание, связанное с этим? Если девушка вышла первая из дома? Нет, на самом деле такого предсказания нет. И вышли ходили, сеяли. Это связывалось с тем, что кто зайдет первый посевать в дом? Если это будет мужчина или молодой парень из уважаемой многодетной семьи, то счастье ждет. А если девушки, вдовы, калеки, к сожалению, этот год не... У меня еще есть шанс. Еще есть шанс. У вас есть шанс, конечно. Приходи сегодня к нам в гости. Но нужно взять с собой зерно. Да не вопрос. Это все вообще. Скажите, пожалуйста, еще какие-нибудь интересные традиции, которые связаны именно с севанием, пением каких-то колядок? Расскажите, поделитесь. Конечно, конечно. Щедрование традиционно проводят именно вечер перед Старым Новым годом. После того, как вся семья поужинает, то молодежь, дети отправляются как раз-таки группами по 5-7 человек по родственникам и друзьям. И пьют веселые вот эти песенки, самые знаменитые наши щедрования. За различные награды и угощения, которые будут давать со столов. Посевание уже, как я вам сказала, традиционно в утро Нового года. Нового дня. Да, но на самом деле много разных традиций, обычаев, связанных с этим праздником. Как минимум, весь народ целый день, вечер наблюдает за природой, за различными предметами на столе. Потому что считается, что действительно, как Новый год встретишь, так ты его и проведешь. Например, на столе должно быть обязательно множество блюд. Потому что ведь щедрый, богатый, чтобы год был благодатным для всей семьи. Кроме того, считается, что должно сидеть четное количество гостей. И если вдруг их меньше не удалось собрать полностью, то ставили пустую тарелку. Даже бабушки и дедушки начинали гадать, когда готовили кутюб. Потому что считалось, что если, например, горшок лопнет в печи, то ожидать несчастья в наступившем году. Алла, скажите, вопрос я адресую и вам, и вам, Антонина. Насколько я знаю, все эти традиции, которые мы сейчас так описали, они присущи именно южным славянам. То есть территориям сопредельным, скажем, с Украиной и туда, на запад. А вот Антонина у нас из Тюмени. Скажите, вот там тоже так, Антонина? Это тебе тоже касается вопрос. Да, у нас тоже так. То есть все традиционно, да? Конечно, я тоже гадала. Чедрый вечер, добрый вечер. А ты думаешь, почему я замуж вышла? Потому что правильно гадала. Так еще не вышло. Саша, все это тайны. Как раз-таки для восточных славян, которые проживают в регионе Тюмени, все эти традиции актуальны и в первую очередь поддерживаются. И именно вот среди русского населения особенно сильны гадания именно в Старый Новый год. Ну хорошо, расскажите, что делать сегодня нашим зрителям? Можете обратиться, поздравить их и рассказать, что же делать сегодня. 14-го числа. Там огонек горит. Дорогие наши зрители, я поздравляю вас с наступившим уже официально Новым годом 2020-м. Желаю всех счастья в этом году. И, конечно же, проведите этот день с вашими близкими, друзьями и семьей. Отправьте детей посеять действительно по домам соседним, чтобы можно было весело провести этот год и в дальнейшем. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Спасибо, что очень интересно рассказали, какие были традиции, что делать сегодня. Ну а я напоминаю, что в гостях у нас была Алла Павлон, младший научный сотрудник Крымского этнографического музея. И хотелось бы сразу же перейти вот к какой теме. Если вдруг у вас нет новогоднего настроения, то наш корреспондент Александр Кононов знает, как его правильно создать. Укутавшиеся потеплее люди и обилие снега. Именно так выглядит зима, если, конечно, вы живете не в Крыму. Здесь такая погода бывает нечасто. А ведь во время новогодних каникул так хочется кататься на санках, лепить снеговика и играть в снежки. Но не спешите огорчаться. Отсутствие долгожданного осадка вовсе не повод для грусти. Это нормальная крымская погода. Для зимы как бы. То есть непомеха. Если непогода застала во время прогулки, то можно поиграть в блицы. Задача – дать три варианта ответа на вопрос как можно быстрее. Три распространенных новогодних блюда. Оливье, селедка под шубой и, допустим, роганая картошка. Что в мешке у Деда Мороза? Запасной олень, снеговик для крымских обитателей и, наверное, салат. Допустим. Назови трех персонажей новогодних. Дед Мороз, снеговик, Бармалей. Уложился? Во время приятной беседы не замечаешь, как быстро пролетает время. Резко похолодало – не беда. Перемещаемся в более уютное место, чтобы поиграть в видеоигры. Ну что, погнали. Я выиграл тебя. Ничего, ничего. Здоровое соперничество. О процессе можно обсудить планы на ближайшие выходные и подарки. Есть еще одна альтернатива играм. Нам песня и строить, и жить помогает, а еще и справляться с плохим настроением. Тем более, когда погода совсем не радует. Вариантов, конечно, много. Можно сходить в торговый центр, пошопиться. Можно в тренажерный зал сходить, почитать книгу. Но я больше всего люблю спеть в караоке с друзьями. Давай споеду. И тогда у плохого настроения не будет ни малейшего шанса. Александр Кононов, Руслан Хохлов. Утро нового дня. У него гранитный камушек в груди. Саша, ну поднял настроение у тебя? Несколько обескуражен прекрасным пением, потому что музыку ненавижу с детства. Антонина, а часто ли ты поешь в караоке? Я пою не часто, потому что действительно у меня другой талант. Явно не музыкальный. Какой, кстати, интересно. У меня очень много талантов, и музыка туда не входит. Давай, 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 поведай нам. Саша, у меня талант подбирать новости, искать очень интересные и актуальные. Не поспорю, не поспорю. Кстати, одну из таких новостей я готова прямо сейчас обсудить с тобой и поделиться с нашими зрителями. В принципе, такси пользуются часто, я в том числе. Я думаю, что ты тоже часто катаешься на такси. Нет, не часто, тебе повезло. И разрабатывается интересный законопроект, который будет запрещать людям работать в такси, у которых есть судимость. Поэтому в такси станет ездить очень безопасно. Если мы сейчас садимся в машину и не знаем, кто твой водитель, то сейчас можно будет узнать, кто твой водитель, и прочитать о нём небольшую сводку. То есть это будет разработано в приложениях. И уже смело садиться и знать, что у этого человека два высших образования. Например, по ботанике. Ну и, конечно же, можно будет сразу же обсудить. Что, например? Растения, цветения. Не считаешь ли ты, что, например, в определённой степени это стигматизирует людей? То есть не все люди, которые имели судимость и, может быть, понесли законное наказание, они преступны и в дальнейшем. Нет, ну, конечно же, есть некоторые и послабления, и вообще, в принципе, есть критерии по отборам. То есть, например, за преступления это очень тяжёлые, и за которые понесли ответственность. Ну, в принципе, я думаю, то, что законопроект будет нацелен, ну, действительно, у нас работа очень качественно. Конечно, я не думаю, то, что будет ограничен для всех, и кто сейчас работает в такси и стал на путь верный, то откажется от дела всей своей жизни. Я знаю, что абсолютно точно, что все таксисты всегда смотрят программу «Утро нового дня», потому что самые актуальные цены на бензин только у нас. Я, кстати, знаю, что программу «Утро нового дня» также и смотрят, потому что обращаются к пробкам. О пробках обычно сообщают наши коллеги, которые находятся на улице. И, кстати, прямо сейчас мы готовы связаться с Дарьей Шариповой и узнать обстановку на дороге. Вот и Даша, и она уже готова нам с нами делиться информацией. Доброе утро, крымчане, еще раз. Наконец-то утро наступило окончательно, скажем так, потому что расцвело, но солнышко совсем не видно, потому что небо затянуто тучами, облаками, очень пасмурно. Но синоптики обещают, что осадков сегодня не предвидится. Ну, я к вам с новостями о пробках. Вот за моей спиной с улицы Ленина, как всегда, длинная-длинная, стоит очередь из машин на площадь Советскую, на кольцо по направлению. Также вот на площадь Ленина по дороге тоже довольно много машин и оживленное движение. И собралась тоже пробка, потому что полчаса, вот мы буквально ехали полчаса назад там, и произошла небольшая авария. Машина столкнулась с автобусом, не пропустила, не уступила дорогу автобусу, и произошло небольшое столкновение. Но, слава богу, оно такое аккуратное, и никто не пострадал в нем. Поэтому там тоже сейчас небольшая пробка собралась, и в лучшем случае, если вы хотите ехать через Центру, лучше это место объехать. Также у меня для вас немножко статистики. Министерство туризма Республики Крым вчера выпустило такую новость о том, что за новогодние праздники в Крым к нам приехало больше 200 тысяч туристов. Вы только представьте, какое большое число, это на 10% больше, чем в прошлом году. И практически все ехали на автомобилях, на автобусах, на автомобилях, на автобусах ехали к нам в Крым. Потом около 7% на ЖД сообщение, как раз перед Новым годом запустили поезда в Крым. И практически все туристы выбрали для отдыха, 70% выбрала ЮБК. Потому что в этом году Ялта буквально сияла, иллюминация, все дела. И, конечно, привлекала туристов со всей России и со всего мира. На этом у меня все. Передаю слово студии. Спасибо большое, Дашенька. Ценная информация, думаю, пригодится всем тем, кто крутит баранку ежедневно. Да, действительно. Главное заранее планировать свой путь. Как я уже говорила неоднократно, это самое качественное, что может быть. То есть заранее приготовить свой путь, тогда ты не будешь создавать никакого дискомфорта, ни к тем, кто уже находится на дороге. Ну и, в принципе, сам будешь знать, куда ты едешь. Кстати, по поводу дискомфорта. Я предлагаю обратиться к небольшому видео, которое наши корреспонденты почерпали в интернете, в севастопольских социальных сетях. И там люди жалуются на просто невероятное обилие мусора. Можно даже зачитать непосредственную связь, фразу, которую тут указали. Кому писать, куда обращаться, подскажите. Огромное количество мусора, который непонятно откуда взялся, кто его свалил. Посмотрите, что происходит в Севастополе, в городе русской славы. Ну просто самое страшное, что куча мусора, битые бутылки, остатки от снесенных гаражей, которые уже несколько месяцев назад были снесены. Многие жители пишут, что даже несколько лет назад эти гаражи были снесены. То есть открытые ямы. И в принципе, я хочу еще вот что отметить. Очень часто этой дорогой пользуются дети, которые идут в школу. Кроме того, что там невозможно пройти, в особенности в снег или в дождь, потому что получается грязевая такая каша. Нужно сказать, что вот это вот прекрасное место, это некий проход между улицами Горпищенко и Оборонная. Выглядит оно, конечно, не очень. То, не знаешь, и сердце мое радуется, потому что, слава богу, что у нас в студии нет всего этого ужаса. У нас, наоборот, красиво, светло, уютно. Более того, празднично, потому что все вокруг блестит, сияет. Шарики, звездочки, венки. Саша, не тяни. Благодарим нашу компанию, нашим партнерам. Благодарим магазины товаров для дома, калейдоскоп. Коллеги, спасибо вам, друзья, за то, что вы предоставили нам такое праздничное настроение. Саша, но я тоже тянуть не буду и отправлюсь на связь с нашими коллегами. А эстафету нашего эфира уже готовы подхватить коллеги из Евпатории. И прямо сейчас на прямой связи со студией Анастасия Егорцева. Настя, доброе утро. В ночь с 13 на 14 января Новый год встречали по старому стилю. Сохранились ли традиции отмечать этот праздник у вас в городе? Доброе утро, Антонина. Доброе утро, телезрители. Ну, во-первых, я поздравляю всех с наступившими праздниками. Но праздников много не бывает. Годы идут, традиции остаются. Сегодня по всей стране отмечают Новый год по старому стилю. В школах Евпатории поддерживают устоявшиеся обычаи. И принято сегодня проводить тематические мероприятия. Но вот как к этому дню относятся творческие люди Евпатории? Сегодня мы узнаем у заместителя директора по административно-хозяйственной части Евпаторийской школы искусств. У нас в гостях Александр Цыганов. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Спасибо большое, что нашли время к нам прийти. Скажите, у вас ли сегодня запланированы какие-то творческие вечера? Несомненно, запланированы. Так как Старый Новый год, все-таки праздник считается у нас на Руси. И дети в любом случае будут встречать его, будут праздновать. Школа, да, в любом случае проводит. Какие-то конкурсы у нас будут проходить. Также я знаю, что проводится конкурс рисунка тематический, посвященный как раз Старому Новому году, который проходит у нас в школе. Да, отметить праздник, прийти в школу искусств после учебных занятий. Несомненно. Там еще отметят, да? Несомненно. Скажите, какие конкурсы? Это городские? Потом идут ли куда-то эти рисунки? Ну, надеемся, что увидит кто-то с местного руководства. Я не знаю, как. Ну, будем продвигать, будем стараться продвигать наши рисунки дальше на какие-то вышестоящие конкурсы, республиканские. Я знаю, что ваши дети участвуют, да, в различных всероссийских конкурсах. И всероссийских конкурсах, и республиканских конкурсах несомненно участвуют. Сколько воспитанников в школе? Ой, порядка 600 человек. Это достаточно много, да? Да, для школы это очень много, 600 человек. Это только бюджет. И также мы сейчас увеличиваем платное отделение. И люди идут, 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 ведут детей. Потому что очень много желающих. А раньше это была музыкальная школа? Раньше, до 83-го, до 84-го года, да, была просто музыкальная школа. Она была совершенно в другом здании в городе расположена. Была только музыкальная школа. Каким направлением, да, сейчас? А сейчас это уже школа искусств. У нас там и хореографическое отделение, отделение изобразительного искусства, вокал. Преподавателей хватает, всех хватает. Да, очень большой состав преподавательский, хорошие детей. Также много очень талантливых детей. А в каких условиях учатся дети? Модернизировано ли обучение, если не только с технической базы, а и с образовательной? С образовательной? Ну вот нас, допустим, на 20-й год уже включили, насколько я знаю, федеральную программу по обновлению материально-технической базы школы. Это закупка новых инструментов музыкальных, оборудование школьного, парты, стулья, шкафы, интерактивные доски. И реконструкция самого здания будет? Как кабинеты выглядят сейчас? Ну, они ведутся, как вам объяснить, ремонты. Да, косметические ремонты в любом случае производятся, это по самим классам. А если считать капитальные ремонты, то у нас в конце 2019 года мы сделали капитальный ремонт крыши. Были включены в федеральную программу целевую. И нам сделали крышу. Это радует, что обновление есть, школа все-таки уже не молодая. И мы всегда рады вас видеть в этой студии с новыми новостями. И желаем вам удачи, еще раз поздравляем вас с праздниками. Коллеги, я передаю вам слово, как у вас этот день начался. Ну, во-первых, спасибо большое, Настя. Мы желаем вам отличного настроения и добрых вестей. И напоминаем, на связи был Евпаторийский филиал телерадиокомпании «Крым» и Анастасия Егорцева, наш корреспондент. Но как начался наш день? Наш день, как всегда, начался бодро, начался с позитивных новостей, с интересных гостей. А главное, рано. Ну, нужно сказать, что еще начался он у нас креативно, потому что сюжет, который мы предлагаем вашему вниманию, наверняка побудет вас творить, создавать. Давайте его посмотрим. Приятные неожиданности, сюрпризы и сувениры. Кто же не любит подарки, а для того, чтобы порадовать друзей или близких, и повод не нужен. Сделанное своими руками ценится выше, а потому будем шить авторские игрушки. А поможет нам в этом Сильвия. Но, прежде всего, хотелось бы понять, в чем уникальность этих кукол. Это работа моей фантазии, моего воображения. Таких кукол больше нет нигде. Я все приготовила, давайте приступим к работе. Давайте. Я работаю только натуральными материалами. Это бязь, хлопок стопроцентный. Это тоже хлопок. Холофайбер, фоамиран, зефирная бумага. После того, как лекала готова, эскиз переносят на ткань. Затем сшивают ее и только после деталь вырезают. Кстати, это будет ножка. Ножка куклы. И теперь наступает самый интересный процесс, ну, по крайней мере, для меня. Мне уж очень понравилось набивать деталь натуральным наполнителем. Происходит это таким образом. Сильвия, а что дальше? Когда мы набили ножки, лучки, тело, голову, начинаем пришивать первым делом ноги. Пришиваем ноги. Затем у нас идут руки. И последняя у нас идет голова. В итоге получается вот такая кукла. У каждой куклы свой стиль, свои наряды, юбки, платья, комбинезоны. С учетом уже имеющейся идеи, реализация технической части работы от самого начала и до конца займет порядка 8-10 часов. С такой куклой можно играть, но все-таки чаще их используют как элементы интерьера. А потому понравятся они людям всех возрастов. Если честно, я и сам нахожусь в восторге. Уже давно расческой не пользовался. Стефан Филатов, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Мы предлагаем, собственно, дополнить еще эфир коллегами нашими. Новостная редакция на связи. Ну и прямо сейчас мы с ними свяжемся. Кто у нас сегодня будет в студии? Это Анна Нечуговская. Ну и доброе утро, Анна. Доброе утро, Анна. Рассказывайте, что у вас на повестке дня? Да, доброе утро, коллеги. Мы, как всегда, готовы сообщить вам последние новости. Мы расскажем, как в Крыму будет рассчитываться налог на недвижимое имущество. И как в Симферополе отпраздновали Старый Новый Год. Самые актуальные и интересные новости на канале Крым24. Смотрите и не переключайтесь. А вам желаю хорошего и продуктивного дня. Спасибо большое. Спасибо большое. Тоже вас поздравляем с Новым Годом. Желаем, чтобы он прошел только добрыми новостями. Слушай, а действительно, вот когда желают хорошего и доброго утра, так оно и происходит. Хорошего дня. Хорошего дня, добрых новостей, хорошего настроения и крепкого здоровья. Вот, в общем-то, наши основные пожелания для вас, дорогие друзья. Мы, нужно сказать с Антониной, вахту сдаем свою, передаем ее следующим ведущим. И буквально совсем скоро, буквально завтра новая пара будет вам желать всего самого хорошего. Ну, а я напоминаю, что поднимали настроение и создавали «Добрый день» Антонина Шитова и Александр Ткачев. Мы с вами совсем скоро увидимся. Доброго дня. Пока-пока. Пока-пока. Удва. Падавр. Падавр.